Короче, друзья, я вынужден признать, что это видео сегодня, наверное, не закончится. Похоже, что мы, наверное, весь день будем, а может еще не один день какие-то добавки подснимывать, потому что вот я сейчас захожу на кухню. Яна уже организовала ей лежачок поближе к себе. Все, на данный момент пока все. Если что-нибудь прикольное еще с Леди будет, то еще добавим. Яна пошла в питомник мыть. Одевается в рабочую одежду? Да. Да. А Леди остается здесь с булями. Не переживайте, все будет хорошо, потому что Яна своих собак знает, и она просто уверена в бусинке и в ваше. Да? Да. Вот такие у нас замечательные були. Ну, короче, Яна опять придумала, позвала меня. Все внимание сегодня у нас, короче, Леди. Ошейник? Да. Стоит. У меня давно уже лежит. Ошейник ждет, не знаю. Покажи ошейник красивый. Вот такой. С косточкой и со стразами? Нет, стразы. Это просто рисунок с косточкой. Понятно. Спать хочет ребенок, да, наверное, уже? Да, она и спала. Два часа уже мы тут с ней, три-три. Развлекаемся уже и поспать можно. Ты же уходила работать. Ты все придумываешь, как себя еще занять, Лидия. Да, надо пойти делать. Все, Лидия отдохнет, поспит. Спит, меня позовешь через 10 минут, что-нибудь еще снять. Не, машинчик уже одели, больше у меня летаешь. Ты еще что-нибудь придумаешь. Короче, все равно Яна никуда не уходит, сидит с заводчиком, переписывается. Уже 1500 фотографий ее я сделала, отправила всем. Сейчас я вам тоже немножко покажу. Нет, ты мне тоже отправляй, какие сегодня будешь делать фотки. Я все тебе откаюла уже. У меня поражает, конечно, то, что она ведет себя так, как будто всю жизнь здесь жива. Бегуая и спит себе там. Ну вот, друзья, мы пришли к зданию питомника. Мы знаем, что сегодня нам здесь уже сделали фонарики. Ну вот такие у нас появились фонарики красивые здесь теперь. Вот такая красота. Деревья теперь тоже. В защите. Собачки у нас здесь. И в конце, видите, тоже есть клумба. А пока идем к клумбе, давайте посмотрим на наших собачек. Здесь у нас Ляля, Пчелка, Ломбада, Айсик, Альпа и Дора. Тихо. Джек и Лира. И Дримми. А здесь еще будет в конце тоже красивая клумбочка. Да? Ян, здесь цветочки, наверное, будут? Сиренька осталась одна. Тихоинечки вечно зеленые какие-нибудь. Посмотрите, пушистые. Будет красиво здесь. И фонарики сверху. Ну, фонариков здесь так, в принципе, достаточно. Ну, можно какие-нибудь такие, знаешь, направленного света сверху. Ну, да, да, мне тоже кажется, что здесь точечки, да, какие-то должны быть, такие как галогены. Красиво будет здесь в конце. Скоро здесь щебнем все засыпем. Ну, что, в общем, заканчивается у нас здесь обустройство вокруг питомника. Пойдемте, я еще покажу наш домик, который мы построили. А вот здесь практически готов вот такой домик. Здесь у нас будет всякая хранится. Ну, вот такая, короче, у нас еще недостроенная конструкция. Это вот такой домик. У него будет крыша, там будет храниться мойка высокого давления, всякие, всякая утварь, которая нужна для сада, для уборки. Казонокосилку, там еще что-нибудь туда поставить. Лиди! Смотрите, друзья, сейчас, наверное, произойдет знакомство рыжих. Рыжая собачка. Что-то ее не интересует, ее еще мало что интересует. Она какая-то мне... Она туда шла, понюхала, все, что-то, все, что-то надо. Да, Лиди? Кот на нее охотится? Играем. Ну, фонарики нам пока еще не подключили. Но скоро будут уже и рабочие фонарики. Красиво. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А самое главное, что наконец-то уйдет грязь вот эта вся. Скоро засыпем, щебнем, будет красота. Мам, возьми меня за ручки, мам, возьми меня на ручки. Нет, ты ножками. Ножками, ножками. Лиди, сосу. Пойдем. О, ты уже через калитку проходишь. Импровизированную. Друзья, привет. Ну, короче говоря, еще прошу несколько часов, как у нас, Лиди. Мы с Яной на кухне сидим и общаемся. Мне стало интересно, что это за порода такая. Почему Кинг Чарльз, почему кавалеры. Вот Яна сейчас открыла, ну, либо Википедию, либо какой-то источник. Википедии. Да, я, давайте сейчас Яна почитает, а я вам поставляю какие-то картинки иллистрирующие, потому что, мне кажется, там должно быть много интересных фактов о породе. Ну да. Кавалер Кинг Чарльз спаниель, порода собак-компаньонов, маленьких спаниелей. Как и все спаниели, может поднимать птица в подлеске. Птицу? Да, но они же спаниели. Как это поднимать птицу? Но всегда использовались именно в качестве домашнего любимца. Яна как понимать птицу? Ну, охотничьи собаки. А, на охотничьи, типа упала птица, они её принасят? А спаниели поднимают птицу, чтобы охотник мог бы в неё выстрелить. А, пугают. Ну, почему ты по-русски говоришь? Ну, не пугать, я тебе по-русски говорю. Поднимают птицу, надо поднять, чтобы охотник мог у неё выстрелить. Птица поднимают, когда её с земли берут и поднимают. Собаки их пугают, бегают по лесу, и птицы разлетаются в разные стороны. Правильно? Поднимаются в небо. История породы. Происхождение кавалера тесно связано с происхождением другого, то есть Паниеля, Кинг Чарльз Паниель. Другая порода. У нас кавалер Кинг Чарльз Паниель, а другая порода это Кинг Чарльз Паниель. Давай вставим, покажем, как выглядит Кинг Чарльз Паниель, не кавалер. Вот так вот. А как самостоятельная порода кавалер Кинг Чарльз были признаны лишь в 20 веке. Вероятно, популярны в Азии маленькие собачки типа Спаниель, такие как японский хин и тибетский Спаниель, были завезены в континентальную Европу и привели к возникновению той разновидности европейских Спаниелей. Туда даже селекция шла, у нас многие возмущаются, что сейчас селекция идет, а тут вот как бы тоже шла селекция. То есть это азиатская собака, да? Нет, не европейская. Маленьких той Спаниелей можно увидеть на полотнах европейских художников, итальянских, немецких, французских, голландских, испанских уже в 15-16 веке. Ничего себе, 600 лет назад. А там есть картины, примеры? Ну вот тут есть, но на самом деле поискать в интернете их очень много. То есть Спаниели пользовались большим спросом в королевских дворах и богатых домах Европы. То есть эта порода уже 500 лет популярна? Считалось, что они могут облегчать боль и снять напряжение. Ну, как и все породы. Ну, как всегда, сказки про сиробочка. Английский той Спаниель достиг расцвета во времена правления династии Стюартов. Короля Карла II всегда сопровождали несколько маленьких Спаниелей. И его именем названа порода. Начиная с правления Вильгельма III Аранского, который любил мопсов, Кинг, Чарльз, Паниель потеряли популярность при королевском дворе. Господи, еще 500 лет назад была мода, и какие-то породы собак теряли популярность, которые находили. У мопсов, я помню, был очень такой всплеск популярности в те века. А то есть Паниели, которых содержали в домах аристократии, стали менять свой облик под влиянием моды на мопсов. Как сейчас, да, чихуахуа есть классического типа, а есть за экзочин, как бы тоже, с экзотической удеждой, как наша венечка, например. Ну, були тоже же есть классический. Були мы сейчас не берем вообще, потому что чихуахуа – это порода, которая занимает 2000 лет, а були-були только выведена. Так что не сравнивай с булями. И тоже сейчас ты делаешь этот разговор о том, что лучше – классика все-таки или современный тип. Еще во, когда все это было. Кинг-чарльзы нового типа обладали короткой мордочкой, куполообразным черепом и низкопосаженными ушами. Некоторое время сохранялся и старый тип с длинной мордой и плоской головой. Но в конце XIX века короткоморды кинг-чарльзы полностью возобладали. А, кстати, сейчас, на данный момент, именно кавалеры пользуются больше популярностью, чем кинг-чарльзы. Вот что самое интересное. Исторический облик английского, то есть паниеля, был возвращен группой заводчиков-энтузиастов. Собак этого типа назвали в честь короля кавалеров. Первый стандарт породы кавалер кинг-чарльз был установлен в Великобритании в 1928 году. Английский кеннелл-клуб признал породу в 1945, а ФЦИ в 1955. Внешний вид. Кавалер кинг-чарльз паниель – изящная, грациозная, активная собака с приятным выражением. Голова выглядит плоской между ушами, морда конической формы, нос черный. Глаза круглые, большие, темные, поставлены широко. Длинные уши поставлены высоко, обильно покрытые шерстью. Ещё как? Корпус короткий, спина ровная, ребра округлые. Хвост подсажен невысоко, держится радостно, но не выше уровня спины. Радостно? Он всё время виляет хвостом. А, понял. Прежде купировался хвост на одну треть длины. Не выше спины – это значит, не торчит, как антенна? По уровню спины, да. Не поднимается высоко. Не задирают они хвост, как, допустим, чихи. Ну, понятно. Шерсть длинная, шелковистая. А ведь и правда, я главе, что она такая шелковистая, шелковистая. Даже как-то непривычно. Даже чихи другие. Ну, чипа у нас похожа, мягкая тоже. Ну, чипа чуть-чуть пожёстче. Ну, может, это просто щеночек потом пожёстче станет. Может быть, чуть волнистая. Украшающий волос образует обильные очёсы. Очёсы – это вот то, что на лапках, вот здесь, вот там, на мордочке. Выставочных собак не стригут. Стандарт породы предусматривает 4 окраса. У них всего 4 окраса. Не знаю, чёрно-рыжий есть под палой. Чёрный с яркими подпаленными, первые. Яркий, тёмно-красный. Это сплошной рыжий. Да, просто рыжий. Ну, это очень интересно, мне кажется. Триколор, чёрный подпалый пеги. И Бленхейм. Бленхейм. Это Бленхейм? Да. Белый-рыжий, короче, наверное. Бленхейм. Ладно. А крас Бленхейм описывается как яркое, чётко очертанное каштановые пятна и, значит, жемчужно-белом фоне. Тёмные пятна на голове располагаются симметрично, оставляя достаточно белое поле на лбу и между ушами. Ну, вот это вот мордочка, белая полосочка и вот между ушами. И вот что самое интересное, вот место вот между ушами. В этом месте может располагаться каштановое ромбовидное пятно Бленхейма, которое особо ценится и считается уникальным признаком породы. Это как у нас у некоторых булевых, ты говорила, поцелуй Будды там. Да, поцелуй ангела. Поцелуй ангела. Ну, в нашей елисе нет такого пятнычка. Существует легенда, что этот окрас был получен и закреплён герцогом Мальборо и назван в честь битвы при Бленхейме. Видишь, окрас назван в честь битвы при Бленхейме. Темперамент и использование активны, эмоциональны и бесстрашны. Собаки игривы, ласковы и не склонны проявлять нервозность. Вот, что мне больше всего в собаках нравится. Мне стеречки. Они пригодны к непродолжительной охоте и в целом отличные декоративные собаки. У меня как-то не укладывается. Можно и на охоту, и на декоративную собаку. Как-то обычно у нас охота, это выпученные глаза. Бегу, лечу, дайте мне чего-нибудь закопать, откопать, прогнать, съесть. А тут как бы декоративные охотничья. Короче, будем назвать её декоративно-охотничьей. Твой компаньон. Вот кто любит в лес часто ходить, куда-то такого. Вот, пожалуйста, отличная собака. Кто нам пишет, можно я возьму Булю, мы по 4 часа будем с ним гулять. А то, что он через 4 минуты уже устанет гулять, никто не знает. Потому что мышцы одни перегреваются. Нравится вам мышцы в Буле? Вот смотрите на них, радуйтесь, правильно? Нравится активный буря? Да, да. Вот, пожалуйста. Всё? Всё. Я всё рассказала, всё, что на Википедии было. Ну ладно, мы ещё дополним. Потом. Ну мы посмотрим, понаблюдаем. У меня, в принципе, я много форумов посетила, где породных общаются владельцы собак. Интересно было почитать, ну, в плане там, отзыва владельцев. И что, владельцы в основном пишут, что кайфовые? Ну, что хорошие, да, собачки. Правда, были несколько вариантов, когда я читала, что вообще с поводка спустить не могут. Но в основном нормальные, послушные. Ну не зря они, насколько я понимаю, они и за границей популярны сейчас, и в России. Ну, честно, честно, популярны, да. Удивительно. Представляешь, вот был у породы такой вот в 16 веке, да, подъём-расцвет, потом появились мопсы, и изменилась порода, а потом вот снова восстановили. А восстанавливают породы как? Путём прилития других пород. Да? Да. Кого здесь прилетят? Чехошка? Почему? Если это спаниеля, так как спаниелем, кого, с кем? Всяких других спаниелей. В Англии очень много пород спаниелей, и с другими спаниелями вот восстановлена была по 100 лет назад. Мне нравится это разделение на голове. Такое, прям полосочка полосочка. Ну, это породная так и должно быть. У меня, знаешь, как бы даже в стандарте описано, что должно быть симметричная краска. Да, 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 очень красивая. Не хочешь в съёмках участвовать. С самого начала, наверное. Да, она уже устала, она бегалась. Разбудил я Васю. Короче, леди пришла и улюбилась вместе с Васей в обним. Тут же рядом бусинка. Ну, такая камера включила. У Васи есть функция, она знает камеру. Как камера пикает, у нас сразу подскакивает, и придётся сниматься. Ну, такая дружная у нас здесь теперь семья на кухне живёт из трёх собак. Блин, было бы здорово, если они так бы здесь и жили, но, к сожалению, скоро опять появятся беременные собаки, и всех придётся отсюда убирать. Короче, Яна намевываться не может весь день с ней, короче, живёт тут. Я, как не зайду, она у неё то любуется, то на руках держит. Красота, Яна? Красота, Мимимишник зашкаливает. Да? Мимимишка, ты мимимишка? Мимимишка, да, мимимишка маленькая. Ты меня съесть хочешь? Ты меня будешь? Да они постоянно лильёй занимаются. она сказала что ей понравилось очень сильно на руках возьми ее обратно и очень идет лежачок розовенький девочка гуси пошел хочет ошейник с ней никогда жизни не ходил ваши это гадости ли ваши ошейники блинчат звенят еще бурься помоги мне снять ошейник говорит и 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